Иголка, нитка и богатое воображение. Целую выставку к своему юбилею вручную сшила петербургская художница Татьяна Чурсинова. Она работает в технике квилт, это разновидность лоскутного шестья. Люди, птицы и сказочные куклы в её мастерской живут персонажи, созданные с помощью десятков тысяч стишков. Ольга Бусыгина подробнее. В своей прежней жизни это был китайский шёлковый халат, который сейчас прямо на глазах становится оперением нарядной курочки. Золотой нитью художник Татьяна Чурсинова делает последние стишки, давая жизнь ещё одному персонажу своей весенней пасхальной коллекции. Я не знаю, сколько я куриц уже сделала. Я думаю, что больше ста. Ну, потому что я давно сделаю их, наверное, с 93-го года. Ещё больше стишков и кропотливого ручного труда вот в этих художественных полотнах. Более 20 лет Татьяна Чурсинова работает в технике квилт. Дословно этот термин в переводе с английского означает «стёганое полотно». Это азиатский халат, можно отнести к этому типу. Или наш ватник традиционный, это тоже будет. В общем, если будет выставка квилта, и мы представим там ватник, не будет никаких претензий. Петербургская дама на прогулке, жительница жаркой Африки и целые стаи перелётных птиц. Кто станет героем следующего текстильного произведения, зависит только от фантазии и вдохновения. Профессиональный художник-иллюстратор, мастер росписи по тканям Татьяна Чурсинова. Закончила Мухинское училище. Говорит, её всегда привлекала именно ручная работа и прикладное искусство. Я не могла себе представить, что будет за жизнь у меня вот этого такого профессионального станковиста. Так и не представила. Пошла поступать туда, где производят художников-прикладников. И я, конечно, совершенно не знала, чем я буду заниматься, когда я закончу. 20 лет Татьяна Чурсинова расписывала ткани для общественных интерьеров на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства. Вместе с другими художниками выполняла заказы со всего Советского Союза. Интерьерные панно, портьеры для домов культуры к началу 1990-х. Всё это стало невостребованным. И тогда работа с тканью вышла на новый уровень. Я думаю, что я была бы гораздо несчастнее. Просто я была бы, может быть, богаче. Но была бы несчастнее точно, потому что мне это очень нравится. В популярной технике квилту Татьяны Чурсиновой есть узнаваемый авторский стиль. Каждая её работа усеяна сотнями мелких стишков. Художественный приём, который делает полотно более живым. Романтический натуралист. Так называет себя сама художница. Любовь к природе, умение точно изобразить характеры и выразить впечатление от увиденного. Одной из самых любимых тем Татьяны Чурсиновой стал Восток. Ещё в 1986-м вместе с семьёй она целый месяц путешествовала по Средней Азии. К тем ярким воспоминаниям долго подбирала нужные лоскутки, подключив друзей. И в итоге уже к своему 70-летию сшила целую выставку. Подруга говорит, боже мой, это же моя ночная рубашка. А это мамина юбка, как открытие. А это моя юбка, любимая. Когда я закончила уже последние обрезки использовать, очень от отсутствия её страдаю просто. И именно она сделала большую часть этих азиатских женщин. Тот, кто хоть раз видел работы Татьяны Чурсиновой, говорит, по ним сразу заметно, что всё это делал очень добрый человек, который искренне любит своих героев. Так, Кушкин молодый. Мечтатель. Какой персонаж родится в мастерской следующим? На этот вопрос у художницы, как правило, нет одного ответа. Так беседит двух классиков отечественной литературы. Скоро присоединится Фёдор Михайлович Достоевский. Ещё Татьяна Чурсинова хотела бы поработать со старинным кружевом, которое не так просто найти и, конечно же, показать публике свои графические работы. Ольга Бусыгина, Александр Лагунин, Ольга Потапенко. Новости культуры Петербург. Чем ещё живёт культурная столица, расскажем завтра в это же время. Увидимся и не пропустите.